В Хакасии официально начался новый парламентский сезон с первой и последних каникул сессии. Ровно год в республиканском парламенте пустовали два кресла и только лишь на этой неделе признали полномочия двух депутатов. После выборов пополнили ряды фракции «Единая Россия» Виктор Лебедев и Геннадий Цыпышев. От поздравлений к работе Хакасия рискует лишиться в следующем году миллиарда рублей. И потери никак не входили в планы республики. Конец года главный финансовый документ практически сверстан. Однако федеральный центр повысил ставки по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения. При этом обязательства по медобслуживанию с регионов не снял. Мы увеличиваем почти на миллиард платежи за неработающее население, а при этом первичную медико-санитарную помощь, спецмедицинскую помощь, может быть вы слышали, что эти орфанные заболевания туда-сюда, это очень дорогостоящие штуки, то есть почти на полтора миллиарда остается платить нам. Все равно. Сегодня депутаты подготовили обращение в Москву. Пока окончательно не распределили федеральный бюджет, у республики есть шанс получить финансовую помощь. Иначе дефицит в региональной казне в 2015 году вырастет. Парламентарии рассмотрели еще один документ, который позволит увеличить местный бюджет. Это предложение главы Хакасии Виктора Зимина ужесточить борьбу с серыми зарплатами. Возможные поправки в закон направят в Госдуму уже в октябре. Их разработкой депутаты займутся совместно с правительством республики. 1010-12 обратившихся за последние 5 лет за установлением пенсии, оказалось, что они именно в таком ключе и получали зарплату. Не 10 или там 8 тысяч получал, а фактически 20 тысяч. А ему пенсию, пенсионный фонд уже исчисляет там условно или Министерство социальной защиты 6-7-8 тысяч. Из конкретных предложений ввести штраф для работодателя в размере 40% от скрытых средств, но не менее 150 тысяч рублей. Из-за теневой бухгалтерии Хакасия теряет по самым скромным подсчетам 10% налогов, а это сотни миллионов рублей. Бесплатные участки будут выдавать и под строительство многоэтажек. Такие поправки в закон намерены сделать депутаты Верховного Совета. Изменения дают право жителям республики выбирать, построить частный дом или вложиться в квартиру. Для второго варианта необходимо объединяться в потребительские кооперативы с другими дольщиками, коллективно получить на дел. У нас где-то больше 5,5 тысяч очередь. И я думаю, что вот этим законом тысячи две-полторы мы вопрос снимем. Впрочем, даже так претендовать на бесплатную землю могут лишь те категории и населения, которые уже внесены в закон. Это многодетные и малообеспеченные семьи, супружеские пары моложе 35 лет, молодые специалисты, ветераны боевых действий, а также семьи, которые имеют ребёнка-инвалида. В холле Верховного Совета на две недели открылась фотовыставка. Она посвящена первому в истории Хакасии автопробегу для людей с ограниченными возможностями. Многие из путешественников впервые побывали в самых интересных местах республики, в том числе в Казановке, на Туимском провале и музее Хуртой Ахтас. Длительное путешествие по Хакасии в 8 дней меняет любого человека. И, конечно, наши ребята, проехав, мы же подстроили это под праздники ещё, которые проходили у нас в Хакасии в это время и приурочили к дню Хакасии. Поэтому картинки очень яркие, красивые. Это действительно очень мужественные люди, очень, знаете, очень интересные люди, очень ответственные. И они очень много могут рассказать для всех, для молодёжи, для всего общества, о том, каким образом они преобладают этой проблемой, которая у них возникает в связи со здоровьем. Хорошая традиция, вот эта автопробега, дай Бог, чтобы это продолжалось. И по возможности мы, конечно, должны оказывать содействие, помощь вот таким началом. Спикер парламента Владимир Штыгашев на этой неделе принял участие в международной научной конференции. Она приурочена к 70-летнему юбилею со дня образования Хакасского научно-исследовательского института языка и литературы. Чтобы обменяться последними открытиями и поздравить коллег, в республику съехались ведущие учёные России, Европы, Японии, Казахстана и Китая. Председатель Верховного Совета подчеркнул важное значение работы Хакнияли для науки Хакасии и поздравил сотрудников от имени всего республиканского парламента.